Зола выполняет в саду сразу несколько функций. Чаще всего ее используют как удобрение, однако на этом ее полезные свойства не заканчиваются. Зола – это экологически чистое средство защиты растений. Это прекрасный раскислитель. Ее также полезно добавлять в компост. А потому в течение сезона на участке тем или иным образом ее использует каждый садовод. В качестве подкормки золу чаще всего используют как калийное удобрение, то есть особенно важно ее внесение именно сейчас, осенью. Однако садоводу зола полезна в течение всего сезона, в том числе и весной. И очень часто получается так, что в начале посадочного сезона, когда зола нужна особенно сильно, под рукой ее как назло не оказывается. А ведь в первые весенние дни она так важна для защиты растений, раскисления почвы и многого другого. Всего лишь небольшая ее горсть защитит землянику, едва появившиеся из почвы всходы огурцов и капусты, начинающие просыпаться розы. Тем более, что для большинства из нас самый удобный вариант собрать золу – это вытащить ее из мангала после семейного торжества или встречи с друзьями. А если дача летняя, то далеко не каждый садовод зимой и ранней весной будет жарить там шашлыки. Самый простой выход – запастись золой на весну уже сейчас, в конце осени. Приготовьте отдельный ящик или бочку, в которую можно складывать золу, собранную, например, из печи, камина или мангала. Если она слишком крупная, можно размельчить ее. А еще лучше просеять через сито. Даже если зола подмокла, ничего страшного в этом нет. Ее нужно размягчить, просушить и в таком виде отправить на хранение. А вот во время хранения увлажнение допускать нежелательно. В сухом виде зола не будет терять своих свойств в течение долгого времени. Если вы сделаете запас золы уже сейчас, то весной вы гарантированно окажетесь прекрасным средством защиты растений и раскислителем, являющимся великолепным натуральным аналогом к химическим веществам. И в первые теплые деньки вам будет значительно проще, чем тем, кто этот запас заблаговременно не сделал. А в отдельном выпуске мы подробно расскажем о полезных свойствах золы. Коих, как мы уже упомянули, предостаточно. Продолжение следует...